Бегом надо, бегом. Львов Николаевна, ну-ка покажи прыть свою. Молиться здесь будешь, ждем тебя на одну, смотрим. Парисейка. Замолиться святы хотят нашу. Господи, истит по крестесы, Сыне Божий, помилуй нас. Отче наш ежесей на небесе, восхититься имя Твое, да прийти царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш на сущен дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем вожняком нашему. Не веди нас Твое искушение, но избави нас от украшений. Ибо Твое из царства, силы и славы в Боге. Аминь. Слава, Сыне Сыну и Святому Духу. И ныне пресные вовиты вековы. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, благослови. Хочи со славой истинной молитвы. Вот сегодня у нас, видимо, уже 29 июля 2015 года. Я тут как-то говорил, назвали 2014 год. Никто не правил даже. Я все еще там живу. Вот вы видите на ваших глазах, сколько сделали. Ну, если бы не сломанная тележка Никитой, то день бы прошел благополучно. Ручку отломил. И что интересно, вот где он работает, я вам всегда говорю, вот, ты смотри. Смотри, вот на этом вы, вот, вначале копать, лопатам в руках. Я сразу сказал, нажимать не надо, это рычаг. Был бы рычаг, я бы землю опрокинул, как Архимед говорит. Так и понимает. Ну, не надо, долбил бы, таски долбил. Лежу, хрясь, глаза закатил в подлог и так. Еще, а ничего нету. Ну, лопат больше нету, еще делать. Ничего бы тебя пусть делал, зачем? Он же не хозяин, квартирант. Квартирант, это дьявол. Еще от крыши будет пробить. Другое место кое попередвинул. А хозяин не может, он знает, потолок гниет, пол гниет. Он что там будет делать? Принимать меры, нанимать рабочих или как-то. Наркоман, еще, человек, задавил 36 лет, никого нет уже. Все наркоманы сдохли. Он в другого залез. А Христос больной, парализован. Он его бережет и бережет. У него камни такие острые, из почек показывают, прям страшно смотреть, грецкий орех. Ужас какой-то. И он живет, как он живет, не знаю почему. Это храм Божий. Храм Божий. Вымыла вчера ноги против? Да. Вы проверили ее? Вечером были чистой. И ходила, тебе до самого заду надо ноги мыться. Ходила, там камушок задевала, где сейчас отойдете. Проверь ее. Выше коленка она чистая или нет? Ну я же буду проверять, за этим смотреть. Вот мы вчера закончили. Видели, как мы торопились? За полчаса скорее поели и ушли. Ушли в лес. Нам необходим материал. Успели заготовить. Теперь надо идти договариваться. Виктора Николаевича нету. Он уехал с родителем. Кому пойти? Он мне говорил, иди, Глушков. Я пошел. Он говорит, я быка забил, мне надо за этот город. Его нету. Но Андрей согласился. Договорились. Трактор-то не его, Игорь. К Игорю уже темнять. Игорь не приехал. Поздно выехал. Лена. Игорь это брал Витя. Теперь Игорь возьмет трактор-то. Ничего. Да ничего. Лене все хорошо. Улыбнулась только и до свидания. Я опять к Андрею. Андрей, утром они лежат дольше. Потому что поздно легли. Трактор надо перегнать к тебе. Чтобы утром не тарахтеть там. И там какой ключ у него, что есть. Но Андрей хорошо. Он не согласен так. И Трактор признал себе. Он говорит, Шейса ко мне подъезжает. Но я додумался. В Шейса подъедет он. А у нас пять встают. Да ребята за это время еще что-то приготовят. Я прилетел туда утром. Твоих отправил. А они еще помогли сделать что-то. На шести пока он приехал. Перевозить трактор. Нам надо перевозить материал. Все перевез. Теперь я спрашиваю. С тобой рассчитаться зачем надо? Рассчитаться тем, что привезли. Пару говорит, дать ему. Дождей. А шести тебе отвезти. Законно, законно. Когда Ветя был, удобно было. Нам никуда не надо было платить. А тут он не спрашивает. Он скромный. Но мы не можем быть хамьем. В прошлый раз Глушко дал трактор. Ему сразу след. Батюшка там что-то благословил. Мы ему отвезли. То есть, от нас толку-то никакого здесь нет. Но мы что-то делаем и поэтому что-то есть. Приехали сюда. Вот эти вот хлопцы. Я отрезаю ветки. И им говорю, вот это вот козел стоит. Ну, козлик на котором пилят. Они знают слово козел. Знают. Кладите вот так вот, чтобы они были. Вот это вот козлик. Вот он стоит здесь. Вот так вот. Кладите с этой стороны. С этой. Они не понимают слово с этой. Но я не знал, что они не знают это. Это школа с английским уклоном. Здесь же это не знают. Не знают. Я говорю, кладите вот так ровно. Вот с этой стороны. И ветки вот так, чтобы были ровно. Вот. Ну, понятно же. Говорю раз, говорю два, три. Пять раз сказал. Они не понимают. Они берут. Вон туда бегут. Сюда бегут. Они слово. Это остановитесь. Вот козел. С этой стороны положите. Девчонки видели? Да. Это все видели. Все. Я пошел. Многие меня не держат. Запнул-то упал. За эти ветки запутал-то. Им смешно. Все. Но я и на карачках буду заставлять вас сделать. Я им объясняю. Вот это то, та сторона. Та. А это, 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 это. Приближенно это. Они не знают этого. В какой класс перешел? В какой класс перешел? В седьмом классе он не знает где та и где эта. Кто с ним еще работал? Все. В какой класс перешел? В третий. Та и это даже не знаю. Но я уже не знаю, что вы еще не знаете там. Это русская нация. Теперь кладете вот так вот ровно. Вот. Вот так ровно. Вот. Понятно? Уже одну на другую положили. Все. Следующая уже вот так лежит. Я прихожу, они вот такую кучу уже наложили. Вот так вот. А вот такую вот так. Следующая уже вот так лежит. Что это? Кому эта нация нужна? Он даже срубленную ветку не может положить. А почему? А зачем ему надо? Он пойдет в магазин купить японский или какое-то. Вы же понимаете, что вы платите в десятки раз больше стоимости. У нас еще своего нет. Сейчас Япония осердилась на нас. Китай перекрыли. Рыбы нет. Все. Ступа на полох. Любое государство знает. Национальная независимость. Это свой урожай. Маленький огородик у другого маленький. Рис там сажают. Если нам откажут, у нас свое есть. У нас ничего нету. Это нация бомжей. Их так называют сегодня. Нация проституток, воров и пьяниц. Весь мир заполнен проститутками. Всю красоту распродали. Осталось уродство одно в России. Коммунисты и те за этим смотрели. Самые ненавистные для меня люди внутренние. Если я был бы не верующий. Это коммунисты. Хуже фашистов. Но они смотрели как-то за нравственностью. Это вообще ничего незачемного. Один разврат. Гонят и гонят и гонят. Первый фильм развратный был «Маленькая Вера». Режиссер умер. До 50-ти кажется они даже развратник. Это самые неводные люди, которые ставят фильмы и разврат показывают. Почему? Объясните мне. Почему вы стали ложить неровно вот так вот? Почему не знали та и это? Объясни. Выйди сюда. Почему вы не стали ложить с этой стороны? Мы говорили та и не поняли. Та и это не знают. Почему начали вот так вот ложить ее не прямо? Вот тут понятно, что надо... Я сказал. Ну и так понятно. Вы хладите. Хладите. Каменьки вот сюда ровно. Почему не стали давить? Почему все поперек пошло? Я сказал невегко разобрать. Сделали как положено. То, что никто не учит. Его нельзя делать. Тут именальные проституции или конституции. Все здесь придумали. Чтобы его не трогать. Чтобы это быдло выросло. А потом его посылать в Чечню. В Ирак его там убьют. Их оттуда гонят и гонят гробы 200. А здесь его тронуть нельзя. Почему нельзя? Иначе он человеком будет. Почему юридальная юстиция на арабов не действует? Нигде. Если они там заикнутся. Тут гей парады. Почему гей парадов нету в Турции и в Тунисе? А там если один появился гомосексуалист. Сказали он гомосексуалист. Сейчас испытают его. Такой или не такой. Все. К вечеру башку отрезали. Во всей стране ни одного нет гомика. Ни одного. Саудовская Аравия. Пьяный пьяный. Башка долой. Все. Ни одного пьяного в стране нету. Это здоровая, крепкая, талантливая нация. А у нас эти чурки не пьяные. Это мы чурки пьяные. С червями в башке. Под корой. У них все одетые как положено. По форме. У нас только в храме ходят так. Что непонятно-то? Вот я смотрю на это поколение. Я 44-й год начальник лагеря. Дети не такие были. На моих глазах решительно меняется. Почему? Новая пришла власть. Власть разврата, распада страны. Под видом благодетелей, кого-то атомным оружием пугать. Говорят, кого вы пугаете, вас сожгут до тла. Это пепелище будет одно. Молитвы-то нету. И таких же ставят себе архиереев, священников. Все подыгрывает им и патриарх. Все подыгрывают им. Их надо под анапелу ставить всех правителей. А они их тетёшкают. А что, храмы строят? Они никому не нужны, эти храмы. 200 храмов в Москве. Это видимость. Что-то мы делаем. Ничего этого не надо. Нам осталось совсем меньше недели вам здесь быть. Вот посмотрите. Вот эти вот палки, видите какие? Что это означает? Один конец такой, другой такой. Что это означает? Забивали куда-то? А? Забивать. Забивать кол. Куда-то мы дрова, чтобы дрова не падали. В конце полей не суставим. Попросили сделать такие же коли, большие, для помидора. Потащили все коли, пилят. Это что такое? Зачем вы их, кто им положил туда пилить? Они их пилят. Это последние три, которые у меня остались. А я сколько их сделал-то? Выбирал, ходил, делал, заострял. Зачем? Зачем? Зачем эта нация? Как в рассказе Хаджи Мурат, когда они там все разграбили, русские пришли, сожгли. Старики сидят. О, Аллах! А зачем эти люди живут? Русские. Зачем они вообще еще живут? Это при Льве Толстон говорили. Нас весь мир проклинает за такое отношение. И я верю в это. Мы проехали пол Европы. Европу всю проехали. Не пол Европы. Но скажу, к нам отношение было другое. Русские. А мы стоим молимся. Так они не знают, как помочь нам, куда провести, где показать. Даром дают нам все. Это удивительные люди. Они Христа не знают. Они еще пятницу отмечают. После пятницы еще и рейскую субботу им надо пройти, чтобы дойти до нашего воскресенья. Люди, которые надеются на добрые дела. Делами никто не спасется. Спасают только жертвы Христа. Они не знают. Как к ним пойдет кто, когда мы? Никакие. Они нам куда не ткнут. Вы хуже нас живете. У вас все. Сделал плохо. Убил. Пришел. Ваш священник вам все отпустил. Вы опять идете. А у нас не так. Мы должны вот то-то сделать, то-то сделать. Нас еще не надо. Мы хуже мусульман. Отец Дмитрий Смирнов говорит. Мусульмане ближе ко Христу, чем христиане. Он только не договаривает, что это его прихожане. О наших прихожанах так не скажешь. Они знают Бога. Вот вчера вечером идти. Мы договорились. Уходим туда-то. Что с собой взять? Мы трое. Никита, Володя и я. Никого больше нет. Все разъехались. Выходить. Никиты нет. А где он? В туалет пошел. Подождем, наверное. Он в туалет успевает в это время залезть. Заколотить его хоть на неделю туда. Но нету в туалет пошел. Нету. Лежала пила. Это ножовка. Нету ее топора. Где он? На кухню заглянул. Нету. Стоим. Наконец Володя остроглазый увидел. Он на половине поля шагает. Иди сюда. Объясни, зачем ты ушел? Когда мы трое собирались. Зачем ты поволохся один туда в степень? Вот такой вот я вырос. А то вот такое из вас вырастает. Мы не знаем, где ты. Да лучше бы ты не знал, куда идти. Ты бы стоял рядом. Пила неудобно ехать, он ее не взял. Нам нужна проволока. Он не взял еще и пошел дальше шатается и шагает. Виляет задница и идет. Найди его. Зачем он не знает? Пришел, все, встал, стоит там. Не кричи, идет дорога, не оборачивается. Не остановить ничего нельзя. Встань. Не нужен такой. Оправдываешься только трудом и повиновением. Это вчера только за один день ты столько наворочил. И каково мне? Какое сердце иметь надо? Я делать не успеваю ничего. Но мы все сделали. Потому что на четыре руки стараюсь. И вам дать работу, и этому, и этому. Так, ты родители Нюры знаешь? Выйди сюда, Нюра. Родители ее знаешь? Да. Скажи, обратите внимание, она работать не любит. Она маленько где-то что-то взяла, что-то где-то как-то стороной. Пепка. Глазки строить. Понятно? Обратите внимание, тревога, колокол, бью, становишься. Тут она не нарушает нигде, но нормальная девчонка совершенно-то. Она у меня бы работала. Оставьте ее в потерявке до весны. Она будет учиться вот здесь. Учителя-то какие? Лучшие учителя, все верующие. Еще не трудно, приедете целый август. Скажи, я знаю там. С Леной поговорить, барабаш принять. Нет замещания, нет Василиса. Работает как надо. Давай просим, это надо просто заворачивать в кулек и носить ее, чтобы она земли не касалась. В кульке. Вот так. Это мы сегодняшнее утреннее профилактику мозгам делаем. Сейчас сразу, вот ваша женская команда, где там на огород заросло, забираете и уходите. Вас пять человек будет снимать. Этих ребят я беру. Они будут шкурить, помогать, потому что с двух сторон шалаш нам надо заделать. С двух сторон начнем кумекать. Мне нужно по крайней мере три жердей. Королы. Ну-ка давайте выйдем, поприветствуем. Кто это? Мы каждое утро так делаем, кто едет. Мне тоже. Кто здесь? Мужковый. Кто там подсчет? Мужковый. Мужковый, Мужковый. Мужковый, Тася. Тася и Аня. Тася и Аня, два слова. Доброе утро, Тася и Аня! Молодцы! Бог помощи вам! Храни Господь! Палочку какую-то возьми, а то любой бык тебе... Она пошла, а она не пасет, мне просто помогает поднимать. А, не пасет? Ну это опасно, потому что Игоря-то забодал было. Пойдемте. Девочки, девчонки, это маленькие. Анька, ну не зло, она... Делать не зло. Я Коля забираю и прячу, второй раз прячу. Не прикасаться там, которые дрова ушли. Вам распилить совсем немножко. До перечи уйдете? Так, уходим, с полосочки. Посмотрите еще... Аккуратно, неаккуратно, он с колышками идет. Аккуратно. Ну, рядом, по кастам. Посмотри, вот они работали. Ваня, твоя работа? Ну, можно подобрать маленько щепки, шифер. Это строительная площадка русского человека. Ты зайди в строительную площадку за рубежом, посмотри, как они работают. Вот все. Вот это русская биография. Вот она здесь. Вот она растет здесь. Он что-то изобретает там, все. Но все остальное у него вот он, вон он, вон до каких пор. За стол не сядешь, пока не подберешь, если не сложишь. Чтоб ни одной шиферинки не было, иначе я это все выкину на побойку. Раз оно вам не нужно. Кто работал еще здесь? Помогай. Пошел. Молодя, иди-ка сюда. Посмотрите, еще момент такой. Никита, не мне этим заниматься, вылезь из-за стола. Пролезь туда. Ласащата вылетели уже 4 дня. Все, теперь их нету. Забирай тазик, выноси. Он сгодится куда-то. Это я поставил от кота. Кот никогда в воду не полезет. Так, поставь он туда. Теперь иди возьми противень. Противень, тазик называют, листик. Вот, я поставил его. Покажи, как он. Поднеси сюда. Это оттуда, чтобы не мог он прыгнуть. Бери. Залил его водой. Но так как у них падает помет, наполовину я газету туда утопил. И оно все на газете. Потом, Валя, промоете и уберете. Убирай. Так, со стола все убирайте. Убрать. Все. Все, летом мы хранили ласащата. Они вылетели. Кошки их не съели. Она бы допрыгнула, кошка. Все. Вопрос нет. Научите беречь природу. Вы понимаете, что такое? А потом там покрут. Все, садись, Владимир. Вот. Господи, Испутя Христианин Божий, помилуй нас. Аминь. Святой воды всех, выпейте немножко. Выпейте немножко. У нас сегодня прекрасная работа будет.